Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа на 20 апреля подтверждено 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 140. Выздоровели от коронавируса 16 человек. Первый случай выявлен в Лабытнанге. Заболевшая женщина госпитализирована в Салихарскую больницу. Среди контактировавших с женщиной есть жители поселка Оксарка. Все они изолированы на 14 дней в поселке Октябрьский. Сейчас в горнолыжный комплекс Октябрьский попасть непросто. Наблюдение за территорией ведется 24 часа в сутки. Соблюдаются все охранные мероприятия в части охраны объекта. Находится у нас заключен договор с Росгвардией. Два охранника у нас находятся на посту. Плюс человек, который на постоянной основе вообще в целом охраняет горнолыжный комплекс. У нас на въезде есть шлагбаум, везде установлены видеокамеры. Для того, чтобы просто обеспечить и безопасность людей, находящихся здесь, и воспрепятствовать, к примеру, проникновению очень любопытных жителей нашего города. Сама Светлана Викторовна приезжает сюда каждый день. Заместителю главы администрации города, выполняющему обязанности заместителя председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, необходимо контролировать ситуацию. В здании гостиницы оборудовали обсерватор для людей, контактировавших с больными. Им обеспечены комфортные условия. Три раза в день доставляется горячее питание. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что в обсерваторе находятся совершенно здоровые люди. За здоровыми людьми осуществляется контроль и своевременное измерение температуры, забор анализов медицинскими работниками. В случае, если будут обнаружены какие-то симптомы, безусловно, эта информация передается в Роспотребнадзор, принимается решение о переводе человека в инфекционное отделение. Именно в инфекционном отделении окружной больницы и находится горожанка, у которой был выявлен коронавирус. Исследования проводили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Медики выясняют круг контактов больной. К сожалению, к моему, круг контактов расширяется, потому что семья не могла дать нам вразумительного ответа, где проживала. Сначала мы отработали один адрес, потом второй, потом третий. У семьи много родственников разбросано здесь по городу. Много контактов со структурами правоохранительных органов, скорой помощи. То есть вот такая ведется большая-большая работа. И мой самый главный совет – оставаться дома. Конечно же, потому что мы видим с вами, что это не люди, которые приехали из-за границы, не те, кто был где-то в командировке в регионе с неблагополучной эпидемиологией. Это наши жители с нашими обычными фамилиями, которые живут здесь, ходят в магазин, ходят на почту. Ситуация в городе находится под личным контролем главы города Марины Тресковой. Пообещав отчитываться перед жителями города ежедневно в 19 часов, она напомнила лабытнанцам, что за невыполнение санитарно-гигиенических и эпидемиологических мероприятий предусмотрен штраф. В лабытнанке такие случаи уже выявлены, протоколы составлены и направлены в суд. Ирина Волокитина, Николай Снегирь, программа «Время местное».